Дорогие друзья, мы начинаем разбирать учебник английского English and Madison, то есть английский в медицине. И сегодня у нас урок первый. Обратите внимание, что викторы будут говорить с британским акцентом. И сейчас мы разберем с вами подробно перевод этого диалога. Итак, taking a history – это спор анамнеза или составление истории болезни. Доброе утро, мистер Холл. Что привело вас сегодня? Для тех, кому не очень понятно, мы разберем подробнее, что what – это воплотительное слово «что». Здесь S с апострофом – это глагол has в сокращенной форме. Has brought – это форма, которая называется present perfect. И настоящее перфектное время, которое отражает процесс, который начался раньше и продолжается в настоящее время. И основной глагол, смысловой глагол здесь в форме brought – это глагол bring. Bring along – это приводить, приносить вас сегодня. Как дальше? Well, you see, doctor, I... Well – это ну вот слово «заполнитель». You see, видите ли, понимаете? I've been having this headache, you see? I've been having this headache. Опять мы видим I – это подвижащее, мистер Миния. Апостроф с сокращенным глаголом have. И видим длинное, тут скажут такое сказуемое, состоящее из трех глаголов. Одного основного глагола to have и двух вспомогательных. И это форма present perfect continuous, то есть настоящее, совершенное или перфектное продолженное время, которое опять-таки отражает процесс, процесс, который начался в прошлом и продолжается в настоящее время. I've been having – это у меня есть эти, these headaches, головные боли. And how long have they been bothering you? Как долго они беспокоят вас? Разберем опять подробнее. How long – это как долго, сколько времени. Опять мы видим they – это подлежащее, они имеются в виду as it's, головные боли. И опять такой тройной у нас глагол have been bothering. То есть смысловой глагол – это to bother, беспокоить, раздражать. А остальные глаголы have и been – это вспомогательные глаголы, подчеркивающие процесс. Ну, they started, они начали, about – примерно. Well, it must have been about three months ago. Это должно быть, подразумевается, началось about – это приблизительно примерно три месяца назад. I see. И какая часть вашей головы затронута, страдает от данного заболевания? Which – это которая, какая, part – это часть. Это понятно, вашей головы. И глагол «to affect» здесь стоит в пассивной форме. И «is affected». Ну, это «it's right across the front here». «It's – это «it's» – это «it's» – то есть она есть. «Right» – прямо, «across», «поперёк». «The front» – в данном случае это передняя часть или «lob». «Here» – вот здесь. И вы можете вы описать, describe the pain, эту боль. «Она есть». «Она есть», «a sort of» – это «типа», «dull» – это «тупая», «ноющая». «Трубнующее». «Throbbing» – это «пульсирующее». «Kind of pain» – это «рот боли», «тип боли», «вид боли». «I see». «And do they come on at any particular time?» «I see», «понимаю». «And do». И ещё раз мы смотрим. Вот у нас подлежащее «they». Опять это относится к «headaches», к «головным болям». И они «come on» начинаются в какое-то определённое время. «Do» – у нас здесь вспомогательный глагол, который образует вопрос. Матловой глагол «come». «At» – это предлог времени. «Any» – в какое-либо particular, конкретное, time, время. «They seem to be». «They seem to be» – это «похоже, что да, они есть». То есть «да», похоже, что они начинаются в это время. Дословно «seem» – это глагол «казаться». «They» – это опять относится к «headates». И «to be» – они есть. «They're usually worse in the morning». «They are» – это глагол «to be» опять у нас здесь спрятался. «Они есть», «usual» – обычно. «Worse» – это ухудшается, хуже. То есть они становятся хуже утром. «I notice them when I wake up». «I notice», я замечаю, обращаю внимание, я замечаю, «them» – это «их», то есть головные боли, «headache». «When I wake up». «When I wake up». «Когда я просыпаюсь». «Is there anything that makes them better?» «Is there», «есть ли что-то», «is there anything», «если что-то», «that», «что» делает их лучше?» «It makes them better?» «Well, if I lie down for a while, they seem to go». «If I lie down for a while». Ну, если я ложу на какое-то время, «for a while», опять у нас конструкция «they seem». «Похоже», мы можем отсюда начать переводить «кажется», «похоже», «they get», «они становятся». «После seem» у нас обязательно идет инфинитив с частичкой «to». «Похоже», «они становятся», «они уходят». «Go away» – это «уходи». «Yes». «And has there been anything else apart from these headaches?» «Yes», «да», «понятно». И опять у нас похожий оборот, как оборот «the with», но «present perfect», то есть в настоящем, в настоящем перфектном времени. «Has been». «Было ли и есть ли что-то?» «Anything» – это «что-либо что-то». «Anything else» – «что-либо еще?» «Apart from» – это «кроме». «These headaches?» «Помимо этих головных болей?» «Кроме этих головных болей?» «Ну, жена, моя жена, она говорит, что я…» «И опять мы можем перевести…» «Видим опять эту конструкцию «syn to be». «И перевести можем с глагола «syn». Похоже, кажется, я…» «Здесь мы видим «to be getting», тоже подчеркивается «процесс». «Я становлюсь a bit немножко deaf» – глухим. «Хорошо, мистер Холл, I think, я думаю, что на этом этапе…» «Stage» – это «этап». «Start by checking your ears». «I'll start» – то есть «I will start» – я начну… «Это будущее время, will…» «Я начну дословно…» «By checking…» «Проверяя…» «Или с проверки…» «Your ears» – ваших ушей… «See if there's any wax?» «Чтобы увидеть, есть ли там…» «If» – это частичка «me» у нас… «There is» – оборот, существует… «Есть…» «Any» – какая-нибудь… «Wax» – это… «Wax» – это тропка серная… «Ужная тропка». Итак, мы закончили разбирать первый урок. И посмотрите несколько раз, чтобы понять перевод. И в следующем видео мы будем разбирать задания к этому диалогу. Оставайтесь с нами и успехов вам!